Дмитрий, магазин экзаменю. Сегодня расскажу про тетрадонов, как правильно содержать. Конкретно зеленый тетрадон. Во-первых, распространенное заблуждение. Рыбка не пресная, рыбка морская, солоноводная. Вырастает примерно до 15-17 сантиметров, то есть крупный товарищ. Хищник. Содержать чисто в видовом аквариуме или поодиночке. Объем. Минимальный объем это на одну взрослую оси от 100 литров, желательно 150. Здесь конкретно 90 плюс 50-140, то есть впритык для одной рыбы. Далее, естественно, делаем либо солоноводный аквариум, либо морской. У нас два варианта. Для солоноводного аквариума хорошая фильтрация в виде очень хорошего внешнего фильтра на биологию. Температура 27 градусов, то есть грелка нужна по-любому. По свету смотрите сами. Солоноводным ничего особо не посадить, но я имею в виду из растений. Так что любой светильник, который может рыбу подсветить. Если морской аквариум, естественно, опять-таки фильтрация, это хороший пеноделитель, это, возможно, помпа течения, если кораллы какие-то будете заводить, которые нужны течения. Ну и живые камни их тоже нужно продавать. В общем, минимальную какую-нибудь самую махонькую, крохотную помпу течения, если маленький объем берем. По свету опять-таки, если неприхотливые кораллы, любой. Далее, диета. Уже говорил, хищники сухой корм не едят, то есть сразу забываем. Основной рацион улитки и моллюски. Что-то с твердым панцирем, чтобы зубы стачить. Не сточат зубы, не смогут есть, погибнут. Или самим стричь придется. Далее очень любят креветок, кальмаров, гомарус. В общем, все, что движется и все, что вкусно. Ну, могут рыбу еще съесть, если вы все-таки кого-то к ним подсели. Хотя к кудреперу относятся толерантно почему-то. Параметры воды. Рыбы без чешуи нужна идеальная водичка. То есть нитраты в минимуме, то есть 10-20 максимум. Ну, 10 лучше. Фосфаты на минимуме. Аммиак, нитрит. Вообще забываем. Это никак определяться не должно, или они сразу помрут. Жесткость воды. Х в районе 8-8,5. Не ниже. Ну, так как солоноводная. Диета, значит. Можно кормить чисто заморозкой плюс улитки. Акваменю. Крупный мотыль. Вполне себе. Ну, также, как я уже говорил, креветка, кальмар, артемия, гомарус. На одного такого подросточка, в принципе, одного кубика достаточно. Этим четверым, ну, можно три кинуть. Можете его размораживать, можете нет. Как хотите. То есть аппетит у них большой. Жрать они могут бесконечно много. Перекармливать тоже нельзя. Кормить. Ну, пять дней в неделю. Два дня разгрузочных давать. Если фильтрация и объем позволяют, кормите два раза в день. Если прям все впритык собрали, по минимуму, то лучше один раз в день, чтобы сильно вода не грязнить. Ну и подмена воды. Это обязательное условие. Раз в неделю. 30%. Нам понадобится для содержания, самая базовая, это, естественно, соль морская, аквариумная, специальная, не поваренная, никакая любящая. Бренд можно взять в принципе любой. В данном случае Rip Lavers, турецкий бренд. Вполне себе хорошая соль. Чтобы правильную консистенцию соли намешать, нам понадобится гидрометром. Одна из самых простейших вещь для измерения солености. Солноватый аквариум, если делаем, это 20-22 промилле, или здесь еще есть специфик гравити, не суть. Морской 32-36. Далее, чтобы поддерживать параметры воды на приемлемом уровне, нам нужны будут тесты. В данном случае чемоданчик от Нилпы. Что нам тут в основном нужно знать? Ну, в принципе, все. Но в основном это аммиакаммоний на нуле, нитрит, естественно, тоже по нулям должен быть. Нитрат 10-20, лучше 10. PH 8-8,5. Карбонатка около десяточки. Ну, и в принципе, если морской делать аквариум, еще фосфаты желательно знать. И, ну, медь тоже в пределах нуля должна не определяться, так как рыба без чешуи. Далее, если с морским, в принципе, понятно, что там по оборудованию у нас, пеноделитель и так далее, в своей биологии, все такое. Если солоноводный аквариум делаем, желательно два внешника иметь. Первый мы закладываем биологию. В данном случае микромек, шарики, очень користые. На них будет жить огромное количество нитрифицирующих бактерий, которые будут поддерживать водичку в более-менее нормальном состоянии. А во второй внешник желательно загрузить в губки плюс химия. От химии я имею в виду что-то против нитратов. В данном случае нитрат X от JBL, чтобы сдерживать их уровень на приемлемом значении. И антифос. В данном случае это фосмакс от Акваэля. Уже фосфаты нам в солоноводном аквариуме тоже не нужны. От них цианобактерии и так далее и тому подобное. Вот. Для быстрого запуска нам понадобятся, если мы циклить не хотим, вымесить, бактерии. Ступама, чтобы аммиак связать. И Биодайджест. Это бактерии от Продибио, которые, в принципе, быстренько заселят все эти шарики. И декор камня, что там у вас будет. В принципе, это все основное, что нужно для быстрого запуска. Единственное, если вдруг Татрадон у вас чем-то все-таки заболел или покалечился, а он может покалечиться, потому что любой умный, активный, везде лезет, может где угодно застрелить. А никаких лекарств, которые содержат какую-либо химию или еще что-то, мы использовать не будем. В данном случае лучше ограничиться Милофиксом и Пимофиксом от компании Апель. В принципе, все. Рыбка-долгожитель, интерактивное, море удовольствия. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...